Думаете, эта кроха не справится с современными играми? Видеокарта поставляется в картонной коробке черного цвета. Это вторая версия данной видеокарты, и от первой она отличается немного, по умолчанию накрученным ATX брекетом и отсутствием в комплекте диска с драйверами, вместо которого идет инструкция быстрого начала. Но это актуально для роскошной версии PB, а на видео спартанская ESB. Взгляните сами. Простите, а где видях? Но к счастью, видеокарта в комплекте с коробкой все же есть и находится на нижнем ярусе. Все сделали, чтоб вам дешевле было. Вот и все. Низкопрофильный брекет и сама видеокарта в антистатик пакете. То бишь макулатуру и переходники мини дисплейпорт на дисплейпорт полноценный убрали из версии SB. Quadro P1000, а это низкопрофильная видеокарта с активной системой охлаждения высотой в один слот. Ничего интересного по сторонам не имеется, а интерфейсная панель представлена четырьмя видеовыходами мини дисплейпорт версии 1.4. С обратной стороны текстолита тоже нет ничего интересного. Ну а чё, бюджетная затычка. Вес этой видеокарты ничтожен. 125 грамм. На секундочку, даже великий GeForce GT1030 GDDR5 весит 133 грамма. Не правда ли это забавно? Видеокарта базируется на чипе GP107 архитектуры Pascal. На его базе также исполнены младшие Quadro P620, P600, P400, популярные ноутбучные GeForce MX350 и весьма успешные народные GTX1050Ti, GTX1050 обыкновенный и GTX1050 3 гигабайта с его аналогами. А вы небось думали, что всё будет просто? Ну что ж, перейдём к бенчам. Для контраста сравним его с дедулей GTX580, сильной встройкой Radeon Graphics Renoir, соседями по линейке GT1030 GDDR5, GTX1050, GTX1050 3 гигабайта 96 бит. Quadro выбил 1766 очков Benji 3DMark Time Spy, по факту испытуемый находится где-то на уровне простого GTX1050 или разогнанной встройки Radeon Graphics Renoir. Небось вы уже приготовились разгонять Quadro? Что ж. Я зашёл пожелать вам удачи, мы верим в вас. И вера это всё, что у вас останется после практики. Ну и возможность поднять температурные лимиты и обороты вентилятора. Настройки частот и кривой игнорируются. А вот так Quadro проявляет себя в других бенчах. Теперь об играх. Близкое родство с GTX1050 гарантирует возможность играть во все современные проекты на минимальном качестве графики FullHD. Большинство выдаст выше 60 FPS. Некоторые от 30 до 60. А сверхтяжеловесы вроде Киберпанка и старшие решения поставят на колени. Так что гейминг на Quadro P1000 определенно есть, просто он спартанский. Относительно профессионального использования мои компетенции всё ещё малы. Профессионалы и так всё знают, а я же могу намолоть дичи и ввести вас в заблуждение. Поэтому пока что я не буду касаться этой темы. В итоге, в текущие тяжёлые времена неадекватных цен на стандартное решение можно спокойно рассматривать Quadro P1000 как кандидата на покупку в простую сборку вот прямо сейчас. Если вам достаточно минималистичного решения, конечно же. В подавляющем большинстве случаев она справится с современными играми на минимальном качестве графики. Ну и защитит вас от амортизации цены в момент продажи. Ибо это профессиональное решение, если вы вдруг забыли. Такие дела. Предупреждаю насчёт аудио, мне не удалось получить звук через дисплейпорт, поэтому он и захватывался через миниджек, а это привело к артефактам и посторонним шумам. Так что рекомендую прикрутить громкость при просмотре срезов чистого геймплея и бенчей игр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...